В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Вуслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Готовность образовательных учреждений к новому учебному году проверили сотрудники администрации Ленинского городского округа. Это все очень важно и скажется и на качестве знаний, и на подготовке наших школьников. В поселке Новодорожино по многочисленным просьбам жителей появился новый сквер. С детьми приходят и с колясками, и в общем-то просто сидят отдыхают. Ну красота! Поселку Володарского исполнилось 569 лет. К 2010 году мы стали особенно развиваться. Сотрудники администрации Ленинского городского округа проинспектировали несколько школ города Видное, чтобы убедиться в том, что образовательные учреждения готовы к новому учебному году. Внимание уделялось внешнему виду школ, оснащенности и профессиональному уровню педагогов. Продолжит наш корреспондент Юлия Пагасьян. И лифты, и подъемники, и перила, и разметки. Пандус, кнопка вызова помощи, тактильная разметка. Доступная среда при входе в школу – это то, на что в первую очередь обращали внимание члены выездной комиссии. Использовали мобильное приложение «Созданная партия «Единая Россия», в котором поэтапно фиксируются все пункты проверки учебного учреждения. Первым адресом мониторинга стала Видновская гимназия. Здесь сейчас идет строительство второго корпуса. Он поможет разгрузить образовательное учреждение. Пищеблок небольшой, к сожалению. Поэтому одна из задач пристройки – это было сделать новый пищеблок. Он там будет на 400 человек. Поэтому мы можем за перемену покормить всех детей. А у вас питание привозное? Нет, мы готовим сами. У нас операторы питания, готовим сами еду. Поэтому еда у нас очень вкусная. Жалоб на питание никогда не было. Еда такая домашняя. У нас очень хороший повар. Выездная комиссия, куда вошли сотрудники администрации Ленинского городского округа, депутаты и общественники муниципалитета, осмотрели школьные санузлы и раздевалки. В отношении модернизации гардеробных вынесли предложение о создании индивидуальных шкафчиков для обуви учеников. В каких-то школьных гардеробах можно это установить, потому что в связи с пространством в гардеробе, а в каких-то нет. Но можно предусмотреть, чтобы в школах, которые будут в будущем строиться, закладывать в гардероб то пространство, где можно установить такие ячейки. В связи с пандемией, я думаю, это уже актуально. Также в этот день члены комиссии посетили Видновскую школу номер 11. Находится она в молодом микрорайоне Купеленка. Сдана в эксплуатацию три года назад. Осмотрели классы, их оснащенность, актовые и спортивные залы. Какие красивые, гордые школы ждут ребят. Светлые, чистые. Каждая школа особенная. Она дышит своим каким-то особенным этим воздухом, организмом. Это все очень важно и скажется и на качестве знаний, и на подготовке наших школьников, и на воспитании нравственных качеств личности. Всего на данный момент проинспектировано 4 учебных учреждения Ленинского городского округа. Замечаний не обнаружено. Мониторинг продлится до начала учебного года. Юлия Погосян, Александр Логинов, Евгений Садовский. Видно этого. В Ленинском городском округе продолжаются работы по благоустройству территории. В поселке Новодрожжино по многочисленным просьбам жителей появился новый сквер. Комфортная зона отдыха уже успела стать местом притяжения для детей и взрослых. Подробнее в нашем сюжете. Три года жители поселка Новодрожжино просили привести в порядок территорию у дома номер 2. Раньше на этом месте находилось заброшенное здание недостроенного магазина. И вот месяц назад в рамках комплексного благоустройства началось строительство сквера. Стоит отметить, что работы велись под чутким контролем посельчан. Изначально была концепция предоставлена, которую они одобрили, визуализация. То есть они одобрили, что здесь будет именно все в таком виде. Потом после этого был сделан проект и согласно этого проекта уже выполнены работы. Сейчас все основные работы закончены. Установлены скамейки в виде качели и удобные лавочки со спинками. С асфальтированы дорожки, посеян газон и высажены многолетние растения и деревья. В ближайшее время поставят уличные фонари. Потребность в тихой зоне, в тихой, уютной, комфортной зоне, она существовала. Вот администрация выделила средства. И на сегодняшний день, я думаю, по крайней мере в этом микрорайончике, эта потребность удовлетворена населенной. Сквер для посещения открыли две недели назад. Жители уже успели оценить все преимущества новой зоны отдыха. Но и сделали небольшое замечание. Треугольник на пересечении дорожек, который был по проекту, на деле оказался совсем неуместным. Вышли на место, но видим, что по факту это не актуально, не имеет никакой смысловой нагрузки. Сделаем красивое местечко, заложим той же тротуарной плиткой. Есть замечания по асфальту, пару мест неудовлетворительного качества. Подрядчик все установит в ближайшее время. В процессе работы, когда проходили работы, они сюда часто выходили, находили недочеты, из-за чего мы здесь собирались. И были выявлены некоторые недочеты в результате последующих работ, которые будут в обязательном порядке исправлены. Удобное расположение сквера – прекрасное место остановки для пешеходов. Здесь могут отдохнуть родители с детьми, молодежь и представители старшего поколения. В нашем доме жители, которые играют в домино, играют в карты. И вот они собираются, они уже давно пенсионеры. И они собираются тут, и им очень приятно проводить время. И с детьми приходят, и с колясками, и в общем-то просто сидят, отдыхают. Ну красота, ну что говорить. Просто было поле, и вдруг такую красоту сразу создали. Очень, очень хорошо. Сквер – это пространство, которое притягивает людей, становится любимым местом отдыха и прогулок. Теперь у жителей поселка Новодорожино среди многоэтажных домов есть свой островок спокойствия и умиротворенности. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В минувшие выходные поселку Володарского исполнилось 569 лет. Но из-за пандемии праздничные мероприятия прошли онлайн. Чем и как живет Володарка сегодня, узнала наша съемочная группа. История поселка Володарского началась со строительства предельной фабрики еще в конце 19 века. С тех пор поселок непрерывно рос, развивался и хорошел на глазах. Документальное свидетельство этого бережно хранит местный музей, расположенный в здании библиотеки. Депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Лидия Козлова его частый гость. Она, как коренная жительница Володарки, прекрасно помнит, как менялся поселок с годами. У нас были небольшие дома, у нас была одна школа, было мало народа. Потом, вот к 2010 году, мы стали особенно развиваться. Наш маленький поселок имеет большую школу. То есть дети от 1 до 4 класса учатся в одном здании, а с 5 по 11 в другом здании. У нас есть три детских сада. Для развития творческих способностей детей сейчас в поселке также есть все необходимое. Центр культуры Ладыгина, детская школа искусств и спортивный центр Атлант. Правда, многие объекты инфраструктуры требуют реконструкции и обновления. Центры культуры, досуга и спорта нам нужны площади, нам нужно место, где будут заниматься. Для детской школы искусств тоже нужны площади и места, где дети будут заниматься. Нам не хватает поликлиники. Это тоже большая проблема для нашего поселка. Сейчас на Володарке работает небольшая амбулатория, где на постоянной основе принимают педиатр, терапевт, гинеколог, стоматолог и эндокринолог. Есть также кабинет физиотерапии. Ведут прием и выездные бригады. Но для разросшегося поселка этого недостаточно, считают местные жители. У нас много земли, можно построить много. И поликлинику, и больницу можно. И детские оздоровительные центры. Я хотела, чтобы здесь было двух-трехэтажные, хорошие поликлиники. Медицинские тяжело, конечно, без специалистов, более-менее хороших. Надо привлечь хороших специалистов. Недавно в амбулатории по губернаторской программе установили современный рентгеновский аппарат. Совсем скоро местные жители смогут, не выезжая из поселка, сделать рентген и флюорографию себе и своим детям. Ожидают поселок и другие нововведения. Для удобства жителей в ближайшее время планируется открыть новый офис МФЦ. Также отделение почты. У нас переедет Сбербанк. Все будет непосредственно в шаговой доступности от жителей. Также органы местного самоуправления и администрации также будут находиться в нежилом помещении, которое будет находиться на квартирном жилом доме, что облегчит, соответственно, доступ к власти населения. Сейчас на Володарке проживает 7,5 тысяч жителей. За последние годы было введено в эксплуатацию 17 многоквартирных домов. Словом, поселок растет и развивается. В минувшие выходные ему исполнилось 569 лет. Но из-за пандемии коронавируса праздничные мероприятия прошли в онлайн-формате. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Винетово. Трудно поверить, но еще 15 лет назад наш город выглядел совсем иначе, чем теперь. Например, за троллейбусным парком были поле и лес. Тому подтверждение наш сюжет 2005 года в рубрике «Время назад». 5 февраля за троллейбусным парком собрались сильнейшие автогонщики Москвы, Калуги, Подольска и Видного для участия в гонках на выживание. Такие автогонки являются наиболее захватывающими. Зрители с восторгом наблюдают за накалом борьбы участников. Гонки на выживании отличаются от всех автомобильных соревнований. Это так называемые бои без правил. Здесь разрешаются все технические и тактические приемы. Гонщики имеют право бить друг друга, разумеется, автомобилями, а не руками. Обгонять и вступать в контактную борьбу. Правила очень простые. Надо лишь добраться до финиша. И желательно в числе первых. Тем более, что трасса, в подготовке которой принимали участие мастера спорта, оказалась не из самых легких. На самом деле, несмотря на то, что она проходит на ровном месте, на самом деле она очень сложная. Потому что мы сделали трассу низкоскоростную и сняли снежный покров, получился лед. Получилась низкоскоростная и извилистая трасса, ледяная. После всех четвертьфинальных и полуфинальных заездов, в финал из 30 гонщиков было допущено лишь четверо. Двое из которых, к радости болельщиков, видновчане. Именно здесь и развернулась основная борьба. Так как на трассе остались самые хитрые, умные и опытные гонщики. Победителем в этом королевском классе стал Федор Войтов, житель города Видное. В 14 лет он начал заниматься мотоспортом. Затем окончил институт физкультуры. И вот уже 4 года гоняет на автомобиле. Он читает, что одержать победу ему помогло основное качество гонщика – хладнокровие, которое приходит с годами. 14 февраля нашему победителю исполняется 42 года. Так что юношеский задор давить на газ у Федора уже давно сменился отменной выдержкой. Здесь, знаете-ка, я вам как скажу, тут получается как? Надо меньше биться. Как трусливый зайц, убегать и будешь первым. К этой победе хочется добавить еще одну. Федор Войтов, Сергей Коротких и Кирилл Ющенков стали первыми и в командном зачете. «Видный чемпион. За родной город надо же как-то отстаивать. Что мотоболисты отстаивают, что мотокросс у нас отстаивает родной город, что теперь выживалки тоже отстаивают. Это же приятно. Очень. Елена Бабина, Алексей Остафуров, Ольга Орлова. Видное ТВ». Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова